Слизообразующие продукты Немного поговорим о слизообразующих продуктах. Что это такое? Как это понимать? Вот смотрите, тоже молоко. Когда мы его выпиваем, вот в детстве пили, да и нормально там было. А потом вот сейчас что-то вот начинаешь пить и получается, что появляются сопли. Появляется вот это вот в легких какая-то там слизь, как-то забивается. С чем это связано? Вот смотрите, будем так говорить. Слизообразующим продуктом может быть любой продукт, если он в организме не полностью или неправильно переваривается. И от него образуются такие вещества в виде слизи, которая всасывается в кровь, а выводится она из легких носоглотков. То есть любой продукт. Но оказалось, что больше всего слизообразующими свойствами обладают молочные продукты. Само по себе молоко, творог и т.д. Но некоторые скажут, слушайте, а я использую их и у меня нормально. А другой вот говорит, а я вообще не могу молочное есть. Я съем, мне сразу дурно, плохо, тошнота, рвота там, сыпью появляется там. Или еще что-то там такое. В чем дело? Так вот смотрите, это две крайние вещи. У одних есть ферменты и хорошее пищеварение. Очень большое значение имеет хорошее пищеварение. Если пищеварение хорошее, даже дрянную пищу оно переварит и усвоит. Если же оно плохое, вот остаются вот эти вот, будем говорить, непереваренные частицы, которые всасываются в виде слизи в организм. И начинается вот это вот слизообразование. Вот это надо запомнить. То есть плохое пищеварение плюс с возрастом у некоторых людей, ну, возможно, у большей части. Помимо того, что ослабевает само по себе пищеварение, ну и исчезают ферменты. Ну, это то же самое, что пищеварение ослабело, что ферменты исчезли, которые могут переварить ту или иную пищу, а в частности молоко. Если нет у нас ферментов, которые переваривают молочный сахар, там, эту лактозу, то, естественно, он нашими друзьями, бактериями разлагается. Они настолько мощно, будем говорить, на нем размножаются, то, что там не надо нам. Выделяют такое огромное количество там всего этого чужеродного, что у нас вот возникает чуть ли там не аллергия, не шок на это. Некоторые люди даже умирают. Это говорит о том, что просто, вот, допустим, на молочные продукты у вас исчезли ферменты. Либо же их стало меньше. Слабость пищеварения. Значит, тогда вот эти вот продукты, которые образуют слизь, их надо есть поменьше, либо исключить вообще из своего питания. Как узнать, этот продукт слизеобразующий для вас или нет? Я лично на себе очень хорошо узнаю. Вот я сел, допустим. И даже знаете что? Что вы неправильно едите? Что вы в одной трапезе смешали слишком много разных блюд. Они тоже не могут полноценно перевариться. Получается, слизь всасывается это и пошло-поехало. Значит, вы пообедали и примерно, буквально-таки, часа через два, через три чувствуете, побежали сопли. А часов через пять, через шесть, это уж точно. Если у вас возникают сопли, это говорит о том, что, либо вы съели слизеобразующие продукты, либо вы неправильно сочетали вот эту пищу в одном приеме. Значит, надо что-то менять, что-то делать. И это все легко и просто делается. Если понимать, на что надо обращать внимание, что надо менять, и все получится. А если этого не делать, то, как говорится, вот здоровье слабое, постоянные простуды и так далее, то он постоянно есть так, что не может переварить. Есть то, что не может переварить. И он постоянно это есть. А как только он все это перестанет есть, у него сразу со здоровьем нормализуется. Легко и просто. А не понимая, человек идет и начинает его лечить. И то, и все, и пятое, и десятое. А как причина была, так она и остается. Вот что я вам хотел сказать о слизеобразующих продуктах. Слизеобразующие продукты, вот традиционно считается, это молочные. Далее, это неправильное сочетание продуктов в одной еде. Ну вот в основном и все, две вещи. Неправильное сочетание продуктов, неправильная последовательность их употребления, это тоже влияет. И просто отдельные продукты, вот допустим, творог со сметанкой, там с сахарком, только раз вроде вкусно и так далее. Навернули раз, другой, потом только простуда, сопли. Не поймешь, от чего там зашмаркали за это самое. Заболели. А это вот отсюда. И тут надо не лечить, а просто изменить свое питание. Вот что я вам хотел сказать по поводу слизеобразующих продуктов. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс, моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.